Под статьёй про неуверенность в себе был задан вопрос «Всё так, всё так, читаешь, понимаешь, хочешь применить, пытаешься применить, но под давлением обстоятельств осознанность на момент уходит. И только потом, когда рефлексируешь, понимаешь, что всё случилось, как и прежде, по привычке, на автопилоте. Как можно это изменить?» Докрового времени суток, мои уважаемые слушатели. Ключевая фраза, которая прозвучала в данном вопросе, — это обстоятельства. Мы под обстоятельствами понимаем всё, что угодно, и никогда, собственно говоря, даже не пытаемся разобраться. Они достаточно просты. Обстоятельства — это своего рода правила игры, с которыми нам нужно научиться разбираться, их нужно научиться различать. Вот, допустим, смотрите, захотели вы пойти за хлебом. Вот у вас такое приподнятое, хорошее, достойное состояние, думаете, сейчас я пойду, хлебушка куплю, приду, маслицем намажу, чайку налью и получу удовольствие. И чем выше ваша вот эта эмоциональная зарядка и предвкушение, тем большая вероятность в том, что вы придёте в этот магазин, там будет стоять за прилавком не очень приличная женщина, ну не очень хорошо воспитанный продавец, которая с недовольным видом вам что-то такое нелестное скажет. И ваше благостное состояние, ваше такое предвкушение, плюсовое эмоциональное, такое настройка моментально улетучится. Вот это называется «вы не знаете правил игры». Другая ситуация, когда вы куда-то приходите, допустим, на работу, у вас опять-таки с утра было хорошее, достойное такое состояние, где вы в семье побыли, о чём-то решили, какая-то цель появилась, вы там о чём-то, что-то обсудили. И вот на вашем лице написано «удовольствие». Но мы же понимаем, что не все живут от удовольствия. А многие из нас живут по-разному. И вот это по-разному вас встречает в вашем кабинете. И как только два-три человека высказывают своё такое уважительно-пренебрежительное отношение, что-то ты сегодня больно весела, что-то там опять, наверное, хочешь от нас спрятать, ну-ка быстренько рассказывай. Это тоже обстоятельство. И это тоже правило игры. И как только из вас пытаются вытащить то хорошее, светлое, чистое, тот ваш заряд положительный, который вы принесли из дома для того, чтобы он вас сопровождал, да, хорошее настроение сопровождает целый день. А у людей плохое настроение, их уже больше, чем один. И это другие обстоятельства, и другая игра. И как только вы начнёте хотя бы чуть-чуть заинтересуетесь в том, чтобы в этом разбираться, то тогда эти игры с вами люди перестанут играть. Потому что до момента, когда вы станете эмоционировать и выдохнете из себя, именно выдохните своё хорошее настроение, а люди, как энергетику вашу позитивную, её подберут, пережуют и поставят это обязательно в цикл для того, чтобы как только увидят ваше хорошее настроение, почувствуют его, как только ваша улыбка начинает их беспокоить, значит, они вас сразу поставят в определённого качества обстоятельства. Ну и третье есть обстоятельство, когда игнорирующее к вам отношение большого количества людей и обесценка того всего, что вы из себя представляете, что вы человек не только передвигающийся, а что-то больше из себя представляете. Это ваше знание, это ваша духовность, это ваша перспектива, это ваше будущее, которому вы идёте. И вот когда достаточно большая группа людей начинает вас обесценивать или игнорить, или не считаться с вами как с личностью, это третья игра, это третье обстоятельство. И мы, к сожалению, так приучены, наше мышление работает таким способом, что мы со временем привыкаем к тем негативным внешним оценкам и принимаем их, знаете, как это говорится, безусловно. И как только вы что-то, безусловно, в своей жизни приняли, это становится вашей нормой. И вот тогда называется драка после того. Это внутреннее, бесконечное, такой монолог-конфликт мотивов, а надо было бы, а они такие, а я такая, а я в следующий раз. Это просто, знаете, размотка ваших негативных, набранных на себя энергий, которые люди с вами обменялись. Они вам минус, а себе взяли ваш плюс. Как только вы научитесь, по крайней мере, хотя бы заинтересуетесь тем, как это можно изменить, с этого момента перестанут мотивы отрицательные и положительные будоражить вашу душу, ваше сердце, а вы всегда будете спокойно выходить и говорить, да, вы представляете, мало того, я вас могу порадовать, не то, что не скажу, а даже не хочу в эту тему вообще влезать. Да, мне действительно хорошо, констатация факта, но это не говорит о том, что вы мне должны это настроение моё или мой настрой каким-то вам известным, очень примитивным способом испортить. И только в этом случае вы научитесь побеждать. Так что нужно интересоваться, как из минуса делать плюс. И тогда любая игра для вас будет в меньшей степени интересна, и в большей степени вы будете разбираться, как же её выиграть. Именно выиграть для того, чтобы дополнить себя ещё одним навыком, ещё одной личностной характеристикой.